Российская национальная валюта отмечает юбилей празднования в честь 700-летия рубля начались в Великом Новгороде. Именно в его берестяных грамотах встречается первое упоминание об этой денежной единице. За прошедшие столетия рубль претерпел немало изменений. Каким он был в самом начале, увидел Дмитрий Витов. Виновник торжества украшен биркой, уложен на бархатные подушки, во всю стену праздничная открытка. Входят гости, поздравляют. Рост и процветание, чтоб не падал он дальше. Укрепление, роста. Пожелать бы, чтобы он был всегда выше доллара. Но сам юбиляр выглядит как-то скромно. Среди выставленных в честь него драгоценных кладов, уникальных коллекций, редких экземпляров, они, конечно, все рубли. Но этот самый древний, самый первый. Вот он, главный именинник сегодняшнего дня. Вот этот серебряный слиток, который и называется рубль, ему сегодня исполняется 700 лет. Вообще открывать и трогать руками его категорически запрещено. Но нашей съемочной группе музейные работники позволили это сделать. С трепетом берем юбиляра в руки. 200-граммовый слиток, очень простой. И две половинки по 100 граммов. С этого, собственно, и начинается история денежных единиц в России. Свидетельство о рождении у рубля появилось только недавно. Ученые пришли к выводу, что этим словом стали называть вот этот слиток серебра 700 лет назад. В подтверждение летопись 1316 года и многочисленные берестяные грамоты того же периода. Это письмо с просьбой, даже, я бы сказала, с требованием отдать рубль. То есть такое очень эмоциональное, довольно жесткое. Отдай Андрею рубль. Если же не дашь, то столько сраму не заставит Андрей меня принять из-за этого самого рубля. Сохранившейся бересты с упоминанием рубля так много, что именно Великий Новгород решено считать родоначальником российской национальной валюты. Вот только споры, что же означает само слово рубль, до сих пор не утихают. Рубль, как денежный термин, это, безусловно, то же самое слово, каким-то образом связанное с рубить. А вот каким именно, это уже вопрос к нумизматам. А нумизматы вот уже много лет разделены на три лагеря. Первые считают, что слиток рубили на полтины, то есть пополам. Отсюда и рубль рубить. Вторая версия, серебро заливали в форму в два приема. Получалась такая вот подошва или рубец, рубль. Третий вариант в древнерусском слово руб означало обрубок, кусок. Что можно было купить на такой рубль? Вы знаете, большинство документов, которые у нас есть, не дают нам конкретных ценовых выражений. Но вот есть грамота начала 14 века, где на сумму 3 рубля можно было купить 50 сигов. Это такая рыба, кстати, тоже местная новгородская. Рубль – средневековая твердая валюта. Но в Древней Руси своего серебра не было. Его завозили из Европы. А купцы хитрили, подмешивали медь или еще чего. В Новгороде придумали привозное серебро – переплавлять и тянуть из него проволоку. Серебро с примесями попросту рвалось. Вот здесь при церкви Иоанна на опоках существовала первая на Руси палата мировесов, где хранились эталоны длины и веса. Стандарт драгоценных металлов, которым взвешивались привозимые из Европы серебро и золото. Постепенно надзоры за чистотой рубля переходят к московскому государству. При Дмитрии Донском чеканят первые монеты, при Иване Грозном первые копейки, при Алексее Михайловиче первый номинал в один рубль. Позже будут полушки, гривенники, полуполтины, потом червонцы, бумажные ассигнации. Рубль давно не рубят из слитка. Но он остается главной единицей измерения денег, товаров, услуг, то есть человеческого труда и символом нашего государства. Дмитрий Витов, Сергей Шилов, Мария Михневич и Ксения Угарова. Первый канал.